В селе Джирхва живут сестры Цвейба Сельма Ханашевна, 114 лет, и Гусуска Ханашевна, 111 лет. Сельма говорит, никто из родственников не чувствует себя в старости так хорошо, как мы. Некоторые наши родственники умирали в 40-50 лет и даже раньше. У нас есть родственники и знакомые, которые жили лучше нас, а старели очень рано. От чего это зависит? Что мешает им? Почему у них такое плохое здоровье? Да потому что они много вина пьют. Есть такие, что пьют во время каждой еды, несколько раз в день, большими стаканами. Когда нужно работать, они не могут. Спят после выпивки, а когда их зовут в гости, они бегут со всех ног. Вино их погубило. Пропьете свое здоровье, свое счастье, свою жизнь, говорят бабушки. Все видят, что мы правы. И когда нам подают вино, мы отказываемся и напоминаем. Смотрите на нас, слушайте нас. Мы хотим вам добра. Не пейте вина. Без вина будете здоровее и счастливее, чем с вином. Наш возраст это подтверждает. В селе Колдахвара Гудаузского района живет старая русская женщина Смеянова Прасковья Максимовна, 118 лет. Один сосед ее спросил. Счастливая вы бабушка, и я бы хотел столько прожить. Но учите, как это сделать. Старушка ответила, ты не проживешь долго, ты много вина пьешь и от водки не отказываешься. Бабушка, вино вкусное, как от него откажешься? Может и вкусное, а вредное. Ты не сегодняшним днем живи, а будущем думай о здоровье. В колхозе имени Молотов живет старейшая колхозница Смыр Осид Османовна, 104 лет. У нее было 11 детей, сейчас осталось четверо, 80, 77, 70 и 56 лет. Если поставить детей рядом с матерью, трудно подумать, что она мать таких старых детей. Никогда вина не пила, ни в прошлом, ни в настоящем. Всех просят не пить, потому что вина не пила, дожила до 100 лет. Губечия Надежда Мусовна, 99 лет, оселал Лыхны. Все в ее доме пьют вино, она одна не пьет. И несмотря на то, что она старше всех, она здоровее всех, всегда была домохозяйкой, любила и любит принимать гостей, в доме много своего вина, а она вина не пьет. Говорит, скоро мне будет 100 лет, а я еще никогда не видела, чтобы от вина больной выздоровел, чтобы пьяница счастливым был, чтобы вино кому-нибудь пользу приносило. А вред от него видела, муж у меня крепкий, здоровый человек был, вино его в могилу унесло. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, сегодня продолжение рубрики о долголетии и долгожителях. Я очень рад, что руки у меня дошли сделать видео и о теме связки алкоголь и долголетие. И хорошо, что мне, хоть и недавно, но все же попалась книга Шафира «Долголетние люди Абхазии», издание 56-го года про исследования. Сотрудник Института биологии Академии наук СССР, который очень серьезно увлекся геронтологией и занимался сбором данных, ведением картотек, экспедициями, научным исследованием долголетних людей. Аналога данного его труда в мире нет нигде. В двух своих прошлых видео про долгожителей я объяснял, во-первых, как изучали сверхдолгожители в СССР, то есть какой научный подход здесь был. И второе видео, как определяли точный возраст сверхдолгожителей. То есть, если вы захотите понять, каким образом, на 100%, с абсолютной достоверностью определяли, без всяких паспортов, которые не нужны вовсе, какой возраст человека, посмотрите это видео, а потом судите, это я особенно к тем, обращаюсь, кто любит говорить, что все это приписки, паспортов не было, столько не жили и прочую глупость. Ну а в двух своих видео про Махмуда Ивазова и про Тлабгана Кецба, которые прожили 152 и 156 лет, соответственно, я привел абсолютно точно неопровержимые данные, что они столько прожили потому, что каждый из них основал поселение, в котором все, кто жили впоследствии, знали, даже глубокие старики с самого своего рождения. А про Махмуда Ивазова известна даже минута его рождения, ну как и минута смерти, это неудивительно. Итак, захотите не верить, а понять, узнать правду, истину, не иметь мнения, а иметь знания, смотрите эти мои видео, ссылки на них будут оставлены мною под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь из данной книги я буду зачитывать вам поразительные просто, знаете, данные. Не то, что они поражают меня, то, что я открыл для себя что-то новое. Я лично ничего нового для себя не открыл, поскольку я сам природный трезвенник, который никогда в жизни не употреблял никаких алкогольных изделий, ни водки, ни шампанского на Новый год или на свадьбу свою, нет, конечно. Но поразит многих людей иное. Ведь вы, большинство из вас, я уверен, слышали, что на Кавказе пьют вино свое, домашнее, что это естественно, натурально, с детства приучают, что это польза. А на самом деле все это ложь. И доказательство тому вы сегодня услышите, если, конечно, это видео вы посмотрите целиком, а я вам советую его досмотреть до конца, потому что все данные в нем ценны. И чем дальше вы будете смотреть, тем больше вы будете понимать, понимать, ну я, конечно, говорю о вменяемых людях, понимать то, что никогда, нигде алкоголь пользу, даже самый натуральный, лучший, домашний, качественный не приносил, потому как такова его разрушающая организм природы. Поскольку этиловый спирт, который содержится в любом, даже самым лучшим, качественном, дорогом и так далее, в вине, есть протоплазматический яд, универсальный жирорастворитель, наркотик. И несмотря на то, что отменили ГОСТы, в которых было указано черным по белому, что этиловый спирт или винный спирт, это именно наркотик, который разрушает нервную систему и весь организм в целом, он таковым по своей сути не перестал быть. Итак, поехали. Большинство глубоких стариков и мужчины, и женщины категорически высказываются против вина. При обследовании стариков, женщины наиболее энергично указывали на вред злоупотреблению вином для здоровья человека. Они приводили примеры того, сколько горе и несчастье приносят пьянство в семье, как портит оно семейные взаимоотношения, как ухудшает воспитание детей, как неурядицы в семье сокращают жизнь и старых, и малых. В селе Джирхва Гудаутского района живут сестры Цвейба Сельма Ханашевна, 114 лет, и Гусуска Ханашевна, 111 лет. Еще раз хочу вам подчеркнуть. Книга писалась в начале 50-х годов. Каждая из них прожила большую жизнь, имела семью, и сейчас живет со своими детьми и внуками. Всегда они занимались физическим трудом и сейчас продолжают трудиться. Обе материально обеспечены, живут хорошо. Обе заявляют, что никогда ничем не болели, чувствуют себя хорошо. У обеих в Джирхве, в Лабурхве, в Сыркце, есть братья и сестры, много других родственников. Никто из них не доживал до глубокой старости, хотя условия их жизни были хорошие. Сельма говорит, никто из родственников не чувствует себя в старости так хорошо, как мы. Некоторые наши родственники умирали в 40-50 лет и даже раньше. У нас есть родственники и знакомые, которые жили лучше нас, а старели очень рано. От чего это зависит? Что мешает им? Почему у них такое плохое здоровье? Да потому что они много вина пьют. Есть такие, что пьют во время каждой еды, несколько раз в день, большими стаканами. Когда нужно работать, они не могут. Люди спят после выпивки, а когда их зовут в гости, они бегут со всех ног. Вино их погубило. Маленькую ремарку свою вставлю. Во-первых, генетика, на что вы любите, многие зрители, ссылаться, это все глупость. Не более 10% дает генетика в плане долголетия, а 90% это условия жизни, это образ жизни, это питание и другие совершенно объективные факторы. И тому тысячи примеров, когда, вот как и сейчас, родственники живут мало, а другие, или как здесь, аж две сестры, хотя у них родственники мало жили и живут долго, всему и всегда есть причины. Просто люди не хотят в этом разбираться, думать, а хотят просто решить вопрос. Или не задумываться, и плыть по течению. И обманывают себя различными глупостями, беспочвенными надеждами. Хотя ведут нездоровый образ жизни. А сейчас, в наши дни, ну кто начинает с молоду пить, курить и так далее, тем более добавились факторы, которых не было ранее, губительные факторы для здоровья. Так вот и 50% это будет чрезмерно много для молодых людей теперь. Продолжаю. Мы всем говорим, всех учим, не пейте много вина. Скажу я здесь от себя, вообще не пейте, никогда. Единственный способ не пить много, это вообще не пить. Это гарантированный способ, то есть естественная природная трезвость, которую надо пронести всю свою жизнь. Никогда человек ничего не потеряет, если он не будет пить вообще алкоголь. Но только выиграет, причем во всем. Пропьете свое здоровье, свое счастье, свою жизнь, говорят бабушки. Все видят, что мы правы. И когда нам подают вино, мы отказываемся и напоминаем. Смотрите на нас, слушайте нас. Мы хотим вам добра. Не пейте вина. Без вина будете здоровее и счастливее, чем с вином. Наш возраст это подтверждает. В селе Колдахвара Гудаузского района живет старая русская женщина Смеянова Прасковья Максимовна, 118 лет. Один сосед ее спросил, Счастливая вы бабушка, и я бы хотел столько прожить. Научите, как это сделать. Старушка ответила, Ты не проживешь долго. Ты много вина пьешь. И от водки не отказываешься. Бабушка, вино вкусное. Как от него откажешься? Может и вкусное, а вредное. Ты не сегодняшним днем живи, а будущим думай о здоровье. Ну что ж, дорогие товарищи, это было началом данной, скажем, главы книги, но не началом фактическим, а с чего я начал. А теперь сначала. И глава эта называется «О вредностях для здоровья и долголетия». Правда, я буду пропускать некоторые абзацы, поскольку видео будет слишком долгим, люди сейчас длинные видео смотреть не любят, что-то посчитают билетристикой или лишним. Речь вначале идет о том, что большинство долголетних людей стараются преодолеть старые привычки беспорядочного своего питания, как в молодости. Понимают с годами, что это многое неправильно и вредно. И пожить хотят, порадоваться жизни, посмотреть внуков, правнуков. Но не все с молоду правильно это понимают. А начинают понимать только с годами и то, кто не пропил мозги свои. Академик Павлов говорил, высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие. Про здоровую пищу будет отдельное видео, про то, что и как ели долгожители. Ну, например, той же Абхазии. Кстати, много интересного. Если я это видео сделаю, вы узнаете, то, чего и представить не могли. В интересах здоровья и долголетия должна быть преодолена и другая вредность. Неразумное употребление алкоголя. Но это пишет автор. Я же скажу истину абсолютную, как и говорил академик Павлов, академик Углов и другие люди, кто абсолютно понимали, что такое есть алкоголь для здоровья отдельно взятого человека и здоровья нации, любой нации в целом. Никакая мера алкоголя недопустима, никакая доза. Человек должен оставаться таким, как он и родился, пришел в этот мир, трезвым, с чистым, незамутненным разумом и неубитой генетикой. Алкоголь убивает генетику. Далее автор пишет, потребление алкоголя в Абхазии имеет некоторые особенности. Широкие массы народа здесь всегда отрицательно относились к водке или по местному чаче. В старинном народном лечебнике, который назывался Карабадини, сказано, водка или чача, кровь сатаны. В народе давно знают вредность водки, но правда пишет дальше, здесь без тоста не пьют, но водкой тост не провозглашают, тост поднимают только вином. Водка отрава, говорит 102-летний старик Цулая из села Тагелони, Гальского района. За пиршеством каждый тост по желанию здоровья, благополучия, а разве можно желать здоровья с отравой в руках? Тост можно провозглашать только вином. Мы его вырастили, мы его приготовили, это наш труд, наша радость. С ним в руках мы поднимаем тост за здоровье и благополучие наших друзей и родственников. Далее автор пишет, что большинство стариков пили в прошлом только вино, водки вовсе не пили, что в народе принято было пить только вино собственного производства. Покупного не пили, либо пили мало. Разные искусственные вины, крепленные и прочие, вообще не потребляли. Но пили всегда, кто пил, изредка, от случая к случаю, не злоупотребляли им. Но если вино пьют систематически, изо дня в день, как это преподносит, приемом пищи, вот как, собственно, бабушки о чем говорили. И это постепенно приводит к отравлению нервной системой внутренних органов, к медленному и неотратимому разрушению всего организма, одрехлению преждевременной старости. И чем больше человек привыкает к вину, тем больше он увеличивает дозу его потребления. Ну, разумеется, это же наркотик, я об этом говорил всегда. Чем меньше становятся промежутки между выпивками, тем быстрее снижается работоспособность, тем скорее наступает одрехление и смерть. Злоупотребление вином, даже очень слабым, натуральным, естественным, несомненно, наносит огромный вред здоровью и долголетию человека. Старики очень хорошо понимают, как губительна для человека привычка пить много вина, пить вообще вина. Поэтому долголетние люди давно оставили эту дурную привычку. Редко среди долголетних людей найдутся такие, которые пьют много, а большинство глубоких стариков совсем перестали пить вино. А вы знаете, дорогие товарищи, что было бы, если бы люди никогда не пили с рождения, как это и должно быть вина, и других алкогольных изделий, они бы при равных прочих, ну факторах условий жизни, жили бы несоизмеримо дольше. Я уже много лет об этом говорю. Многие любят до сих пор вот эти глупости говорить в оправдании своих пагубных пристрастий в надежде, что им тоже посчастливится столько прожить, мол дедушка или бабушка, он пил, курил 95 лет или 100 прожил, но вы-то не проживете и 70-80 лет. Ну если вам сейчас 30-40, грубо говоря. Потому что кто пил, курил, он генетику вам и сгадил уже вашим родителям, а они уже вам. А вот как раз те люди, которые вообще ни граммы не пили за свою жизнь, категорически ревностно относились к любому алкогольному изделию с негодованием, с осуждением. Вот они жили как раз 150 и более лет. То есть все те сверхдолгожители, которые жили очень долго, они никогда в жизни не употребляли алкоголь. Никакой. Никогда. Но продолжаю. Даже свое натуральное вино они отказываются пить. Ну вот эти долгожители. Только в отдельных случаях, чтобы не обидеть гостя, они перегубят стаканчик, а топьют глоточек. Вот что об этом, то есть об алкоголе, говорят старейшие люди Абхазии. Слушайте. Хатва Харун Мусович, 124 года, из села Гвада Ачамчирского района. Спиртные напитки не употреблял никогда. Вот сразу, дорогие друзья, думайте. Этому человеку было 124 года на момент этой фиксации. Он четко говорит никогда не употреблял, не любил их. Очень редко приходится выпить немного вина, что называется пригубить. Избегаю его. Я знаю, какой от него может быть вред. А мне хочется быть здоровым, поэтому всегда старался к нему не привыкать. Я хочу жить еще долго и вина не пью. Есть и пить надо только то, что приносит пользу. Вот слушайте, товарищи, мудрого человека. Поэтому про питание, когда я говорю, многих тоже возникает протест, потому что они хотят есть и пить. То, что они хотят, к чему привыкли, но это вредно и они понимают, что вредно. И оттого у них протест. Оттого родились идиотские выкрики, типа, кто не курит и не пьет, кто здоровым, кем помрет. Как будто что-то этим умное они сказали. Они свое дуре и хитство этим показали и не более того. Продолжаю, кто хочет быть здоровым и дожить до моего возраста не должен позволять себе пить много вина. Я скажу одно, у наркотиков меры нет. Пить вообще не надо. В этом суть. Это многие, к сожалению, не понимают. Алкоголиками становятся не трезвенники. То есть, не те трезвенники, кто сохранил свою трезвость, а кто когда-то выпил хотя бы грамм, а потом два, рюмку десять и понеслось. И этот наркотик втягивает. Миллионы людей погубил раньше времени. Миллионы семей разрушил. Миллионы детей убили пьяницы, родители. А пьяницами они стали только потому, что они когда-то начали употреблять алкоголь. В меру чуть-чуть по праздникам. Но такова природа наркотика, что сначала по праздникам чуть-чуть, а потом много. Далее. Амладскир Хамсат Давыдовна. 121 год. Из того же села Гвада Ачемчирского района. Я никогда не интересовалась спиртными напитками. Не любила ни водки, чачи, ни вина. Поэтому я дожила до сегодняшнего дня. За свою долгую жизнь я видела много людей, которых сгубило вино. Я позволяю себе выпить немного только тогда, когда этого требует обычай. Хотя, дорогие друзья, тоже скажу, что уже столетиями идет это извращение. Никогда ни в одном народе алкогольное вино не было обычаем. Это тоже вы имеете в виду. Кто не понимает это, не верит в то, посмотрите лекцию Жданова Владимира Георгиевича 2004 года «Алкогольный, табачный, наркотический террор против Руси». Вот это такое видео с названием. Ссылку на него я оставлю под видео. Не поленитесь. Это не потраченное время. Это приобретенное время. Не только на момент просмотра, но и в тысячи раз больше. Говорят, что тот, кто хочет быть веселым, должен пить вино. А я скажу так. Жизнь меня научила. Кто привыкает к вину, начинает с веселья, окончает горем. Я никогда не пила вина, но всегда была веселой и радостной. Пела и танцевала. На всех праздниках веселилась с чистым сердцем. До сих пор я работаю по мере сил и от всей души радуюсь успехам и счастью моих детей, внуков и правнуков. Чачхиля Мустафа Кожанович, 118 лет, из села Тамыш Ачамчирского района. Долгие годы живу я на свете. Вокруг себя видел много соблазнов. Не раз пытались втянуть меня в пьяные компании, но я никогда не был их участником. Только один раз в моей жизни я выпил очень много, проснулся утром и увидел, что мои лучшие друзья стали похожи на людей, которые в одну ночь потеряли ум и память. Даже плохо различали друг друга. Я сам несколько дней болел после этой выпивки и понял, что вино плохо действует на людей. Кто пьет много вина, тот по своей охоте теряет силы и здоровье. И то, что я отказался от вина, помогло мне надолго сохранить мою молодость и свои силы. Стариком я стал только после 100 лет. Это его слова. Когда не мог больше заниматься тяжелым физическим трудом. Скоро мне 120. Но еще и теперь я чувствую себя хорошо. Желаю, чтобы так чувствовали себя мои лучшие друзья. И этого можно достигнуть, если сохранить свое здоровье, оберегать его от вина. А вам, дорогие товарищи, я скажу следующее в этой связи. Еще раз запомните, в своих нескольких видео я уже это повторял, это четвертое. В 1938 году научное сообщество в СССР, в Киеве, кстати, установило и зафиксировало на вечные времена, что старым человек становится только после 100 лет. До 100 лет человек не старый. Не то, что долгожитель, он не старый. Очень много изменилось за последние годы. Но суть-то от этого не должна меняться. Мало ли какие поправки правила внедряют теперь. Теперь много чего меняют. То, что было раньше, естественно. А главное, меняют мозги людей, которые начинают верить, что раньше люди жили 30-40 лет. Не буду сейчас об этом. Я это пояснял. Откуда берется эта ложная, хитрая, двуличная статистика? И что такое вообще разум и логик? Продолжим. Самушия, Эртимэ, Чутович. 106 лет из села Беслети Сухумского района. Несмотря на свой возраст, я хорошо слышу, читаю без очков, могу работать, чувствую себя так, как будто мне 70. И этого я добился благодаря тому, что перестал пить вино и курить. Вот видите, человек пил и курил, но он не так уже чувствует себя в любом случае, хотя и бросил, как те люди, которые в 120 лет, которые здоровее его. Когда я проводил бессонную ночь в большой компании, где непрерывно пили вино, вся моя комната была окутана дымом. Я на другой день бывал совсем больной, я хорошо чувствовал себя в горах, когда пас скот, свежий воздух вливал в меня новые силы. Я никогда не кашлял, хорошо жил, без всякой нужды. Всего у меня было в избытке, но вино сделало меня больным. Я заболел, стал худеть, ходить по врачам, и когда мне посоветовали бросить курить, не пить вино, оставить пьяные компании, я стал чувствовать себя лучше, и вскоре совсем выздоровел. Тогда я понял, какой вред приносит вино для здоровья человека. И навсегда отказался от него, перестал пить и курить. Слушайте дальше, дорогие друзья, там будут дальше очень важные нюансы, важные выводы. Каносян Захар Петрович, 102 года, из села Тависуплеба Сухумского района, говорит, что алкоголь ни в прошлом, ни в настоящем, не употребляет, ни раньше, ни теперь, ни курил и не курит. Он объясняет, это нехорошие привычки, которые всем давно следует бросить. Я скажу от себя, не надо начинать. Вино надо оставить только для торжественных событий, для семейных и общественных праздников. Нет, это неправильно. И вспомнив прошлое, говорит, еще в старину люди предостерегали от частых выпивок, знали, что здоровье от этого ухудшается. Но есть и сейчас любители пьянства, которые стали пить каждый день. Они стали лодерями, пренебрегают работой, забывают о своих обязанностях, проводят время за столом в пьяной компании. Привычка пить вино плохо кончается. Она вредит не только делу, но и здоровью. Пусть молодежь берет пример со стариков, которые хотят им добра. Пусть все поймут, кто хочет продлить свою жизнь, должен отказаться от вина. Лучше питаться и не сидеть без дела. Мудрые слова. Мудрые. Только я поправлю фразу должен отказаться. Если это в смысле употребляется, что вовсе не употреблять никогда в жизни, это правильно. Но надо не отказываться, а никогда не начинать. То, что неестественно, то, что однозначно вредно, глупо, мерзко, подло. А вино – это и предательство своего народа, любого народа. Это измена своему роду. Никогда не надо начинать. Пить надо воду. И только воду. Ну, слушайте дальше. В селении Гумиста Сухумского района живет старая колхозница сельхоз-артели имени Руставели. Тулумджан Варсеник Каракосовна. 114 лет. Внешне выглядит намного моложе своих лет. Ей можно дать не более 70. Бодрая, работоспособная. Я не люблю вина. Не пила его в молодости сейчас. И вовсе смотреть на него не хочу. Ничего, кроме плохого, от него не видела. Давно пора на ключи его закрыть и ставить на стол только по праздникам и для дорогих гостей. Вот это еще раз ошибка. Самый страшный пример для молодежи, для своих детей и внуков, это те, кто употребляют алкоголь, но не пьянеют и в лужи не валяются, потому что у детей возникает ложное чувство безопасности этого зелья. И они начинают пить, потому что видят радость, веселье, кульминацию веселья и бутылку на столе, они подсознательно впитывают это, как губки, и начинают употреблять, будучи взрослыми. А если начинают, то пополняют ряды алкоголиков, пьяниц, людей, кто пропил свое здоровье, жизнь, семью и так далее. Вот миллионы семей, они именно оттуда начали свой путь к несчастью. То есть потребление первой капли, поэтому никогда, ни на какой стол, ни для дорогих гостей, если они дороги, ни капли им. В колхозе имени Молотов живет старейшая колхозница Смыр Асид Османовна, 104 лет. У нее было 11 детей, сейчас осталось четверо, 80, 77, 70, 56 лет. Если поставить детей рядом с матерью, трудно подумать, что она мать таких старых детей. Она со всеми в доме, как подруга, всегда веселая, всегда всем хочет сделать что-то хорошее, высказывает недовольство только тогда, когда на столе появляется вино. Никогда вина не пила, ни в прошлом, ни в настоящем. Всех просит не пить, потому что вина не пила, дожила до 100 лет. Губечия Надежда Мусовна, 99 лет, оселал Лыхны. Все в ее доме пьют вино, она одна не пьет. И несмотря на то, что она старше всех, она здоровее всех, всегда была домохозяйкой, любила и любит принимать гостей. В доме много своего вина, а она вина не пьет. Говорит, скоро мне будет 100 лет, а я еще никогда не видела, чтобы от вина больной выздоровел, чтобы пьяница счастливым был, чтобы вино кому-нибудь пользу приносила. А вред от него видела. Муж у меня крепкий, здоровый человек был, вино его в могилу унесло. При обследовании долголетних людей выясняется, что чем раньше человек бросил пить вино, тем он здоровее. А еще здоровее, скажем вам, от себя и дольше живет, кто вообще никогда не пил. Кто из стариков и сейчас пьет вино, хоть изредка чувствует себя хуже, чем те, кто не пьет совсем. Можно привести этому немало примеров. При разработке материалов обследования долголетних оказалось, что из трудоспособных и здоровых стариков редко кто пьет. Около 80% всех обследованных стариков не пьют совсем. На больных и нетрудоспособных стариков приходится большой процент пьющих. Вот примеры по данным обследования. Дорогие друзья, дальше идут очень интересные и жизненные важные примеры, которые для любого здравомыслящего человека дадут многое. Люди очнутся, честные люди, кто не будет себя обманывать приятной сладостной ложью, изменят свою жизнь. Я этого очень хочу. Прошу и вас помочь мне в распространении данного видео и других моих видео, в том числе от долгожителей. Видео получилось уже длинным, поэтому продолжение этого видео будет позже. Если вы захотите, напишите, не поленитесь мне под это видео, хотите ли вы продолжение и о чем же там шла речь. Вот про эти самые исследования и эти показательные примеры. То есть примеры долгожителей и их неразумных детях и внуков. Ну а на этом на сегодня, пожалуй, все. видео.